Доброе утро! Продолжается наша программа. К нам присоединилась Анна Вайман. Это руководитель благотворительного фонда зоозащиты. И в день волонтера! В день добровольца! Конечно! Мы не могли прям вниманием обойти ваш фонд зоозащита. Вот и сидит, дрожит сейчас. Аня у вас на руках. Прекрасное создание. Кто это? Да, надо ее повернуть. Это котенок-штучка. Она действительно, да, дрожит. Она у нас, несмотря на такую привлекательную внешность, харизматичную. Яркую. Яркую, да. Она стесняшка. То есть она маленькая, милая. Ну да, она действительно дрожит. Тут, наверное, не видно. Видно просто вот с невооруженным взглядом. С экрана вряд ли. Она у нас появилась, ну, банально. То есть найдена одними из горожан. Вот, передана нам. Повезло ей, что у нас освободилось место. Потому что такое счастье, так скажем, урывками оно бывает. Кому везет, те к нам размещаются. Какого она возраста? Ей немножко, ей всего два месяца, около двух месяцев. Она просто объемная за счет своей вот этой пушистой шерсти. Ну, это пушистик коту прям вот в чистом виде. Она очень прям пушистая. А так она, конечно, маленькая миниатюрный котенок двухмесячный. Приучена к лотку. Пройдена стандартная процедура обработки от всех паразитов внутренних и внешних. Вот. Ну и она адаптируется потихоньку, конечно, к... Ой, какая прелесть. Ой, красота. Ей все интересно, но немножко страшно. Какая милая пятнышка на нижней бороде. На бороде, да. Вот это прям великолепно. Ну, она вообще вот такая вот, ее можно рассматривать и рассматривать. Вот. Ну, она такая аккуратная, чтобы не... Она ласковая, но она не боится рук. Вы видите, что она не пугается, не пугливая. Вот. Но она не из разряда энерджайзеров, которые будут лазить везде и разносить все. Она вот такая душевная девочка-девочка. Девочка-штучка. Но у нее есть, я так понимаю, родственники, которые как раз энерджайзеры дикие. Это не родственники, это просто собратья по... Или по счастью уже, наверное, это брат-сестрой. Да, у нас котят в этот раз много. Штучка не единственный котенок у нас в приюте. Поэтому, если кто-то думал завести все-таки себя другом, мы приглашаем. У нас на любой вкус, расцветки и возрасты все. Какая прекрасная душа. Ну, вот мы сегодня привезли штучку, потому что те, брат-сестрой, они бы здесь не усидели. Они слишком веселые. А как вот штучка на них реагирует? Они сидят не в одной, каждый в своей клеточке размещены. Вот. Но штучка, она больше такая домовитая девочка. У нее есть домик, она любит там находиться. Но очень спокойная и умиротворенная девчонка. Ну, это вот для тех, кто как раз диванные кошки, которые очень спокойные. Да, даже в таком юном возрасте она, конечно, интересуется всем происходящим. Она будет с вами контактировать. Она просто не будет разносить, наверное, дом. Ну, вот смотрите, скоро Новый год. Вот есть, например, у меня животные, которые лазят на елку. А вот штучка, скорее всего, она заработает. Даже если поползет, то медленно. Вы очень деликатно. Вы успеете проконтролировать. Да. То есть, вот плюсы в таком характере животного бесспорно есть. Она мохнатенькая. Это очень красиво. Я знаю, что есть люди, которые принципиально выбирают двеношерстных кошек. Конечно, это определенные хлопоты. Но это же не вода. Ну, это же... Настоящая кошка. А фотографии в Инстаграм. Не стоит забывать. Это же звезда потенциально. Звезда. Посмотрите, если вы чувствуете в себе, во-первых, какую-то потребность помочь животному, помочь благотворительному фонду зоозащиты, который занимается брошенными животными, вы, пожалуйста, себя не сдерживайте. Контактный телефон у вас на экранах. А давай мы его слушаем. Мы же можем, во-первых, озвучить. Он уже где-то у нас записан. Можем. 8-912-26-59-470. Сегодня у этого телефона будет сидеть штучка. Штучка у телефона? Будет сидеть штучка и ждать, когда там, не знаю, наверное, не зазвонит, а завибрирует этот телефон, чтобы ее не напугать. И возвращаясь к благотворительным или волонтерским добрым делам, благотворительный фонд зоозащиты нуждается в тех, кто готов свои силы, время и добрые дела передать на время благотворительному фонду зоозащиты. Это, во-первых, просто социализация животных. Нужно приходить, общаться, гулять. Да, конечно. Очень много требуется волонтеров для проведения акций и мероприятий. Особенно накануне Нового года у нас очень много предложений от разных наших партнеров провести ту или иную акцию, а человеческого ресурса не хватает. И, конечно, мы очень благодарны тем людям, которые смогли бы выделить, допустим, полдня или несколько часов своего свободного времени в один из предстоящих выходных и провести какое-то, совершить доброе дело. Вот. Так что, товарищи, не пожалуйста, сегодня в день волонтера, если у вас было когда-то желание помогать, то именно сейчас можно начать его реализовывать. Ну что, у нас в гостях была руководитель благотворительного фонда зоозащиты Анна Вайман и прекрасная штучка, которая очень ищет себе дом. Наша программа продолжается. Впереди у нас события. Пришло время передать слово Елене Шевелевой и узнать самые свежие, самые важные события Свердловской области. Продолжение следует...